Всем привет! Мы продолжаем играть в Исаака. И можно, наверное, опять же однее попытаться сделать. Скорее всего, с Азазелем. Потому что других вариантов я не особо вижу. Да, но везде будет сложно, придётся ресетить. Поэтому погнали. Попробуем с Азазелем. В принципе, всё должно быть просто, кроме финального босса. Думаю, так. Может быть... Ох ты ж, ё-моё. Даже так, даже... Ну, ладно. Ладно. Это настолько идеальное начало, что... Ну... Наверное, исключено отначать. Серьёзно? Пераманьяк здесь даже лучше, чем Святое Сердце, потому что... Потому что последний босс вторым лицом кучу взрывов делает. А пераманьяк это неуязвимость ко взрывам. Ага. Теперь мне ещё и не обязательно сражаться с последней волной здесь. Что это за старт вообще? Что происходит? Законно вообще? Так, как скорость зарядки лазера? Ну, можно за 7 сделать её получше. Да, неплохо. Ну что ж, начнём. Так, я сейчас параллельно ещё обрабатываю видео, кстати, так что... Ну, не думаю, что из-за этого будет багать. Ну, мало ли. Ага. Обслюнявленный Цент. Когда я ранюсь, я дропаю монетку. Или две. Точно не знаю. То есть, потенциально с этим можно ломать игру. Если... Ну, это сложно на самом деле. Но в теории можно. Ой. Сколько их там? Ну что, почти всё. М-да. Ещё чуть-чуть. М-м-м. Так. Закупаться... Ну, не знаю. Ничего тут. Сильно полезно, мне кажется. Так. О, хорошо, что я Зазель. Иначе это было бы мучение. Как в предыдущем ране, если вы помните. Оно того стоило, мне кажется. Вот так. Вообще, нет никакого смысла сражаться с последней волной. Так что, почему бы и не уйти? А, да, у меня же полёт есть. Забываю, что Азазель с полётом начинает. Ну, наверное, раз такое дело. Нет. Бомб много. Можно сделать так. Так. Так, так, так. Так, ну... Красная свеча. В принципе, это неплохо. Ну, мне кажется, можно и получше найти что-нибудь. Ладно, давайте ещё разок. Не знаю, будет ли работать яблоко. Очень не знаю. Но хочется проверить. Яблоко. Шанс выстрелить вместо слезы лезвие, которое будет наносить, по-моему, 400% урона или что-то такое. Так, а это... Рабборцемент. Мои слёзы будут отскакивать. Да, лазер будет отскакивать от стены, но у него очень маленький рейндж, и это почти никогда не будет работать. Так что... Смысла это делать нет. То есть, если бы у меня был длинный полноценный лазер, то оно бы того однозначно стоило. Но с таким... А от врагов он, по-моему, не отскакивает. Так, ладно. Играем вслепую. Дальнобойность, скорострельность, три каменных сердца. Ну, в общем, идеально. И из каждого кастря по монетке. Серьёзно. Ладно. Ну, на этом этаже, естественно, закупаться не будем. Скорее всего. Ну, 90%. На то, что не будем. Шанс выстрелить в четырёх направлениях. Да. Не так уж и плохо, в принципе, да. Жаловаться не буду. Так, подорвать вас. Не хочу пилюлей руинить ран. Хотя... Горе с кнём. Не суть. Всё, начали. Маленькая мушка. Что это за красный паук был стрёмный? Так. Угу. М-м-м-м. Аккуратно. Не надо торопиться. Да. Опять красный паук. Ну, ладно. Пока это остаётся загадкой. Что же он делает? Так, чего бы мне хотелось? Либо бесконечно большой урон. Либо приличный рейндж. Мне кажется, приличного рейнджа добиться проще, чем бесконечно большого урона. Так что... Ай. Будем стремиться к этому. Опять же рад, что я за зель. Иначе это заняло бы... Ну, неимоверную кучу времени. Так, кто второй? Ага. Ай да блин. Ай, я же первый маньяк. Хе-хе. Точно, взрывы меня не ранят. Как я мог забыть? Так. Чё за босс там? Эй. Ясно. А. Так. Угу. Нормально. При том, что я ранюсь ещё и деньги получаю. Это... Вполне себе пристойно. Дагаз. И... Дагаз. Отлично. Теперь можно пойти посмотреть, что же... Скрывалось в магазине под проклятием. Это дальнобойность. Чёрное сердце. Стоит ли дальнобойность 15 центов? Дальнобойность плюс чёрное сердце. Стоит ли это 15 центов? Вот вопрос. Думаю, да. Угу. Еда нет. Спасибо. Одну бомбу потратить? Да. Одну бомбу. Мясо. Т-т-т. Может быть, мясо того стоит, но... Не знаю. Нет. Мне кажется, можно побольше выжить. Хотя... Нет, обойдусь. Обойдусь без мяса. Руну, пожалуй, буду с собой носить, пока не будет этаж с проклятием. Так. Ага. Урон. Ну, скорость полёта снаряда, понятное дело, ничего не значит. Но урон это круто. Ключ по скидке. И даже бесплатный ключ. Как хорошо-то. Не помню, что делает розовая жижа. Так. Вас опять подрывать. Ох ты ж, как хорошо-то. Хе-хе, даже так. Ладно. Погнали сюда. Это плохо. Это даст мне... Максимальную скорострельность. То есть, пять. То есть, моментально лазеры будут заряжаться. Но... Дальнобойность упадёт очень... Или не упадёт вообще. Наука? Ну го, наука. Да, длиннобойность упала. Ну... Не скажу, что оно того стоило. А ты что? Скорость и урон. Но оно того стоило. Угу. Угу. Так, кто здесь? Угу. Так. Что-то там... Да-да-да-да-да-да. Ну ладно. Какие-то очень неприятные враги. Спавнятся. Что их прям так с лазера особо и не снимешь легко. Вот эти тоже. Так, кто здесь? Ой-ой-ой. Переоцениваю урон свой Блин, зря взял Эту номер один Артефакт Который забрал рейндж Все-таки не стоило так делать Потому что, ну, та скоростерильность, которую я получил, она того не стоила Почему у всех так много хп? Аккуратно Ай, точно Хе-хе-хе-хе-хе Ну, почти И напоследок еще По башке Ладно Четыре монстра, да? Или что там происходит? Три монстра и один монстр два Ладно Так, он, видимо, еще может прыжками мух убивать Я этого не знал Ага Ага Ага, урон и хп Ну Мало урона Жалко Хотелось бы побольше Ключ по скидке, да Оно того стоит И, пожалуй, реролл тоже пригодится Большая бомба здесь не так хорошо себя проявит Ну Дает ли маленький гриб дальнобойность? Вот я что, не помню Как там? Fire rate up, по-моему, он дает Да Не дает Или дает Хочется проверить Проверю Не дает Ладно Ну, уголек Чем Дальше от меня Тем больше урона наносит лазер Это, по крайней мере, работает Хоть Да Рейндж у меня небольшой Но хоть немного урона будет Угу Все еще носим руну Если будет какая-нибудь критическая ситуация То не забываем ее использовать Так Кубик мяса пригодится И хп Ну, посмотрим Скорее всего, пригодится Но, мало ли Это урона дальнобойность Да Отлично Пополняем запасы дальнобойности Шуру, по-моему, тоже дает дальнобойность Так что это прям вообще хорошо Или не дает шуруп дальнобойность Нет, шуруп дает скорострельность И скорость полета снаряда Наверное, он того не стоит А, да я же Так, это урон Угу При убийстве врага шанс Что из него дропнется Что из него дропнется-то Половинка красного сердца А Когда я ранюсь, шанс, что дропнется Каменное сердце Да В утробе таймеры Не очень Такие Позитивно настроенные Так Так, оно того стоило Ну, не на сто процентов Но Вполне себе Не скажу, что это была пустая трата Ага Так Так Угу Еще и ты Окей Продолжаем Хороший босс для меня Потому что можно его жарить сквозь маску Ма Ой Неприятно было Мм Ой-ой-ой Фу Нормально И это Ну Нормально 29 Тогда я шуру брать не буду Блин Д12 там была Что же она делает Я даже не посмотрел А, но Все хорошо Потому что Оп И игра в принципе выигрывается Ну Скорее всего Опять же Это не то, что Типа Вот Все Можно расслабиться Уже все выиграно Напрягаться не стоит Это нет Еще нужно Немного Поработать Чтобы все Получилось Давайте ХП И после того Как вроде бы я поранюсь В комнате Каждое следующее ранение Будет половину сердца Наносить Либо все пилюли Имеют положительный эффект Точно не помню Хорошо Приличный стал ХП Здесь машина Для рерола Не заспавнилась Это не нужно Юля Минки Ага Ага Все бесполезное А раз нет машины Для рерола То это бесполезный этаж Просто его скипаем Ну при этом Не умираю желательно Блин Они по диагонали Еще кидают Фух Еле-еле Вот обратите внимание Что на этом этаже Таймеры Гораздо приятнее Чем на предыдущем То есть мне по-настоящему Вау Вау Мне дают время Убивать врагов Они говорят Ну что Эти заспавнились Можно спавнить новых Так Так Подождите Мне показалось Или там был таймер На 45 секунд Мне показалось Скорее всего Потому что Это что-то Слишком А да Неуязвимость Ко взрывам Да Все забираем Ага Пару легких боссов Дали Так Кто там вверху Опять этот Ну ладно Ничего не поделаешь Теперь у меня хоть урон побольше Чуть-чуть Опачки Осколок кости Выпал Думаю что Надо извлечь Из него пользу Да Пожалуй Извлечем пользу Ай Ладно Значит Каменное сердце Сюда Эм Дропнуть Все сюда Ага Подобрать тебя Идти сюда Собрать тебя И Рерол Так 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 Дурак А дурак Почему бы и нет Ага Дурак Дальше Башня не то Пилюля Full health Догаз И погнали Хм Неплохая волна А это настоящий крампус Это даже не падший Ааа Фу Каким-то чудом Это дыхание Жизни Нет Это не дыхание Жизни Тогда что Это Circle of protection Да Слезы Влетающую Враги Слезы Влетающие В эту ауру Имеют шанс Отразиться Во врагов В виде Самонаводящихся Слез Ну они естественно Будут наносить урон И все такое Нормально Ненормально Неплохая вещь Так Машина для ролла Пожалуйста И Нет Игра решила Не ломаться Заставила меня По нормальному Все проходить Фак И даже батарейки Здесь нету Ну настолько Все плохо Ладно Посмотрим Что можно Выжить отсюда Знают бы еще Что кирка делает Может Да я сейчас Войду Чекну Что кирка делает Красная При использовании Рандомно Повышает Или понижает Мою стату Ну чуть-чуть Совсем То есть незначительно Поворачивает Ну короче Визуальные эффекты Добавляет И В той комнате В которой я это Использовал Каждая моя слеза Будет иметь Какой-то эффект Особый Да это все Не работает Окей Фулл хелф Это круто Вообще Вообще-то Да Поможет мне И вот вопрос Стоит ли здесь Блин Ну как так Батарейки-то нету Не хочется сдаваться Шесть бомб Погнали Поищем секретную комнату Это уж совсем Безысходность Может быть она вот Тут Может быть Я не знаю Ох ты Качественная Секретная комната Сразу видно Окей Может быть Мне что-нибудь Удропнет Ясно Ясно Черное сердце Бомбы Два брелка Можно удерживать Наверное Семь центов Просто чтобы Сэкономить Деньги Это уже Поздно Для этой штуки Ладно Тогда наверное Себя Посмотрим Посмотрим Ладно Плацебо Тоже возьму Пауза Не нужна Ладно Теперь у меня есть Примерное представление Того Что делать дальше Как выигрывать Как не проигрывать И На самом деле Сейчас Я уверен В усмехе Процентов На 87 Всего лишь Из-за единственного Артефакта Который у меня есть Ох ты Штоп Урагов И этот артефакт Пироманьяк Я не уязвим Ко взрывам Если бы не он То Все было бы плохо Я подбираю Даже эти монетки Наплевать на Д20 Потому что Ну Смысл и ролить Если сломать Игру Не получится Все равно Не Ну Можно какую-нибудь Карту Нареролить Но Пилюлю Там Не знаю Ай Не думаю Что это прям Супер Эффективно Будет Да Дамажиться Можно Свободно Вполне Себе Ах Не выпал Из него Батарея Дальше О Так Сколько Их Четыре Три всего Пфу Да Когда я не уязвим Ко взрывам А Но контактный урон Все еще Можно получать Я понял Кстати взрывы Меня лечат Так что Бесконечный источник Хила здесь Ладно Тебя беру Ай ты Блин Отстанет меня Ну ладно Года 20 Посмотрим Может получится Все таки Что Извлечь Например 48 часов энергии Нет 48 часов энергии 48 часов энергии Нет 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 48 48 Часов Энергии Еще рандомная пилюля. Он делает тебя маленьким. Никакой энергии на 48 часов. Блин, жаль, что я только с двумя ключами сюда пришел. Ну вот и все, видимо. Ё-моё. Можно было пользу какую-то из вещей. Ладно. Похоже, что это все. Так, 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 так. Фулл хелф берем. 15 монет ровно. Ну ладно, пусть будет так. Вот так, плацебо и вперед. Хм, почему он умер? А, мухи у меня были. Озвучиваю страту. Шаг 1. Победить первое лицо, не умерев. Шаг 2. Ну, просто расслабиться. Потому что второе лицо состоит из взрывов, а все взрывы меня лечат. И я просто буду лечиться. Сначала, если что-то пойдет не так, можно будет использовать плацебо и полностью вылечиться. Потом можно будет использовать пилюлю и опять полностью вылечиться. Потом можно будет подрывать себя своими 10 бомбами, чтобы вылечиться. Ну, в общем, лечиться можно прям в неограниченных количествах. Так что да, просто танковать спокойно можно. Ничего не бояться. Плюс из врагов. Есть шанс, что будет выпадет красное сердце. Половинка. Так что это уж вообще. Так, ну, урон надо вносить. Это все хорошо, конечно, но... Урон вносить надо. А, похиль меня. Ой, сколько пятюнчиков. Ммм... Надо собрать монетки, а то он их соберет. Да, с лазерами жутко неудобно. Здесь я не попадаю, что ли, или... Нет, это просто так мало урона. Все нормально. Пятюнчик. Мой пятюнчик. Ну, как я и говорил, все просто, а последний босс... Да. А, ну давай. Нужно его как-то по ногам бить прям. Иначе не дамажится. Да, по ногам. Ой. Врагов навыпускал. Сейчас черное сердце всех убьет все равно. Так что, что тут... Париться. А, Circle of Protection урон наносит. Еще. Я забыл об этом. Ну, кстати, небольшой урон. Вроде бы. Может быть, как моя слеза. Ну, уже почти все. Хорошо. Ну, теперь просто... Танкуй. Блин, если он каждый раз так отталкивать будет? С каждым ударом. А-а-а. Ладно. Пострадаем немного. Отхил? Хе-хе-хе. Да, все, меня хилят. Просто все. Что может. И удары кулаком меня хилят, и бомбы, и вообще все. Еще от отсюда деньги сыплются. Удачные. Хе-хе. Ну, треть-ка где-то, чуть больше. Ну, чтобы я делал без уязвимости здесь. А-а-а. А-а-а. Хе-хе. А, хватит деньги собирать. Я забыл. Угу. Почти все. Можно, в принципе, остаться здесь и фармить. Блин, звучит как страта. Остаться здесь и фармить. А-а-а. Вау. Да, 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 да. На фармлю 99 центов. Это однозначно страта. Все, больше его не дамажим. Хватит. Так, нужно, чтобы кто-то меня подамажил. Этого сложно будет добиться, но... Попробовать стоит. Так, может быть, дверь откроется, там лазеры выстрелят. Да? Или он вплотную урон наносит. Может быть, получится контактный урон получить. Да, контактный... Блин, его дамажит круг защиты, кубик мяса и вообще все остальное. Жалко. Ну, сколько нафармим, столько нафармим, в принципе. Чего тут жаловаться. Блин, он что, сам себя еще дамажит? Похоже на то. Чего-то совсем поломался, босс. Крыло летучей мыши. Не помню, что делать. По-моему, дает... Немного урона за каждую злой артефакт. Ну, злой артефакт, это имеется в виду артефакт, который при подборе говорит его лап. Например, вот у меня записная книжка, которая дает черное сердце и три дропа бомб. Там написано Evil Up. То есть, за каждый такой артефакт я получу немного урона. Хм, интересно, почему босс умер все-таки. Может, там специальная система стоит, типа анти... Антифарм. И если его не дамажит, он убивает сам себя. Было бы смешно, но мало ли. Может, на самом деле так. Так, ну круто. Двумя самыми простыми персонажами уже дни и пройдены. И остаются уже полноценные такие заявы. Да, следующий может быть Кайн будет или еще кто-нибудь. Ну, посмотрим. Ну, на сегодня все, наверное. Посмотрю. Бестиарий. О. Ммм, можно смотреть ХП. Хитс это что такое? Хитс. Три. Непонятно. А, это сколько раз я поранился об эту штуку. Смерть один, сколько раз я умер об эту штуку, сколько убил и сколько раз встретил. Прикольно. ХП у этих одинаково. Гейпер. Гейпер. Флайм, гейпер. Гасшер. Круто. О, и такого я видел. Один раз. Бутул. Так, есть? А, вот, да, некоторых не видел. Интересно еще, что же там может быть. Так, ну здесь все открыты. Нет, еще парочка. А это кто? А. Ммм, что, потом боссы идут? Да. Еще босс неизвестный. Еще босс неизвестный. Еще босс неизвестный. Еще босс. Еще неизвестный босс. А чем маски отличаются? А, это. Сердце и маски. Блин, да их дофига, оказывается, еще боссов. О, 2000 ХП. 800 ХП, 600. Ну ладно, я до конца видео, в принципе, буду просто развлекаться с бестиарием. Так что... Если вам это не очень интересно, то спасибо за просмотр. И пока. Черные ангелы сильнее. Вторая глава мега сатаны, 2000 ХП. У этой тоже 2000 ХП, у первой 3000 ХП. Интересно, что здесь за два неизвестных босса. Надо же, у первого лица 3 500 ХП, у второго 2 500. А это 480. А знаете, у кого я хочу ХП посмотреть? Помню, какой-то босс был. Хант, а этот маленький. Ну, в принципе, ладно. Да. 60 ХП всего у Супер Прайда. Прикольно, как у обычного. Неужели у всех мини-боссов 60 ХП? У всех мини-боссов 60 ХП, офигеть. Ну ладно. На сегодня все. Всем спасибо. И всем пока.